Друзья, уважаемые коллеги. Вот литераны физической культуры и спорта, вот закон о физической культуре и спорта в Российской Федерации. Вот я 7 лет прошел все кабинеты, начиная с департамента, начиная, не буду фамилией говорить Михаил Федорович, он уже на душе наболевший, начиная с Мутко, начиная с приемной президента и так далее. Вот у меня папка здесь документов, мне говорят, Антонич, давай дадим поместим, не надо. Четко записано в этом было законе, граждане, имеющие правительственные награды и звание заслуженной работник физической культуры и спорта, ежемесячное материальное возграждение. Жаль, что это ушло. Пока я ходил по кабинетам, 7 человек ушли на тот свет. Это чемпионы мира, Европы, Олимпийских игр. Так почему департамент по физической культуре и спорта, который здесь остался заместителем, пока еще, извиняюсь, вещи называются именами, никогда не поддержали и говорили. Винограду уйду, винограду посылают, где там, Мартынову. Винограду уйду посылают Борисенко. Борисенко отклоняет. Кто позволил мне выполнять закон Российской Федерации? Это только один вопрос. Но, выходил депутат, приняли проект закона. Вот он меня, понимаете, я просто оставлю вам, понимаете, посмотреть. Это вообще парадокс. Приняли, проголосовали по 500 рублей этим людям, которые отпахали по 40 лет, 50. Сейчас ходят больные, хромые, понимаете, и вопрос этот не решился. Как же так, Вячеслав Петрович, цифрами можно козырять вместе с Леонидом Анатольевичем. Но, когда я приехал в район, почему я как общественный работник должен этими вопросами заниматься? Когда я приехал в Муром, а мне в Муроме сказал глава, Анатолий Иванович, только было решение, какое-то мы сделаем. И вот в Муроме двое заслуженных работников получают по 500 рублей. Вот отношение к развитию физической культуры, спорта и ветеранов. Далее, составляющие три любой организации. Это кадры, базы и финансирование. Любой, это производственный вопрос, это любой. Вадим по кадрам. Вот, пожалуйста, почему мы только эти подняли письмо, сколыхнули в Владимирскую область. А почему другие сидят и молчат? Вот по кадрам. Хорошо, не провели этот актив. Почему? Президент тоже проводит. Вот здесь присутствует Андрей Саниславович Шокин. Они ежедневно, ежегодно проводят отчет по всем делам производства. У нас тихо, все хорошо. Пять лет прошло. Раньше проводили винограду присутствовал, зорнялу присутствовал. Вот такой же актив. Выбирали и говорили. Их хорошее, и недостатки. Пять лет промолчали, тишина, хорошо, никому это не надо. А смотрите, какая ситуация. По кадрам. Вчера президент Владимир Владимирович, а свучил. Кадры, это сейчас, не мне это говорит, что кадры решают все. Понимаете, голоду надо по всем физкультурно-статным работникам. Пенсионеры по 70, 80, 90 лет работают, а дальше уже нет никого. Ни в школах, ни в семцах, ничего. Почему кадрыми не занимаются? Почему в этом вопросе не проводят семинары, учебы и так далее? Это что, упущением работы Департамента по физической культуре и спорта? И далее некоторые вопросы. Ну, по базе. Ну, Михаил, ну вообще парадокс. Ей-богу, честное слово. Ну, взять эти лыжники. Провели в парке дружба, похлопали, открыли, понимаешь, и тишина. И тишина. В честь памяти. Иногда вот потом на меня обижаются. Вы не обижайтесь, ни тректора, ни директора и так далее на меня. Я открытый, я хлебнул от выбора всего. Понимаете? Провели соревнования, похлопали в ладоши и тишина. А почему, в честь памяти, прокурору не можно сделать там лыжню? И нужно было делать базу эту? Не сделали. А потом конюшни построили. Видите, до чего-то хотелось департамент. Вот сейчас учитывался один товарищ. Мы попросили в том году, Иван Иванович, какого в феврале? В этом году, в марте. В марте. Провели первую спартакиаду среди ветеранов. Среди ветеранов вот этого района, бедного гусь-фрустального. Провели спартакиаду по четырем видам. Мини-футбол, волейборд, датс, лыжи. Просили, Борисенко, Леонид Анатольевич утвердил нам смету для ветеранов по всем вопросам. У меня же есть все эти вопросы. Упросил я 18700 на это мероприятие. Вот на лыжню, допустим, ветерану отметили грамотно и сувенир получили. Попросили эту спартакиаду. 28-кратный чемпион мира, 42-кратный чемпион Европы и так далее. У него медалей и орденов хватит на этот кабинет. Я обратился к Мутко, обратился к Винограду, обратился ко всем чиновникам. Просил, давайте откроем школу, детскую спортивную школу по радиопеленгации. Эта школа нужна как в мирное время, так и в военное. Опять тишина, опять посмотрим, опять решим. А человек мучается. Никто не пришел. А в Италии, в Испании его аплодируют весь мир. Понимаете ли? Просим, сделайте доску почета на этом доме, где он жив. Что опять, мне метрофану надо или департаменту, или что-нибудь. Это же безобразие, само нормально. Почему такие вопросы отношения к ветеранам юридической культуры? И немножко наболешим, чтобы дотронуться, то скажет опять Анатолий Иванович. Теперь, значит, нам нужно, пожалуйста, не обижайтесь на меня. Иногда пошли после этого письма, Анатолий Иванович, и ночью звонки и так далее. Мы открыты, мы написали, открыты. А потом начали письмо засылать других. Да давайте 10 человек. Изберем на совете. Они дадут свои программы. Как они видят улучшение физкультурно-спортильной работы в области. Значит так, разберем, послушаем. Из 10 человек, потом уже мы выделим Светланы Юрьевны. Сначала мы с вами обсудим. Эти кандидатуры, их выберем достойного человека, который работал бы, но не так, как предыдущий. Я считаю мое мнение. Мое мнение. Я имею полное право это сказать. В департаменте должны просто изобретительные, написать себе заявление, сказать, ребята, мы отработали, отпахали и до свидания. А не цифрами козырять на наши вопросы и ответы. Я прошу извинения, если кто-то затомил, наболевшие. Я думаю, что где-то в душе каждой пройдет время и будет ветераном. Ветераном у нас запишется. Или по кияму сейчас ходит ворога. Ну как не стыдно? Ну как не стыдно? Честное слово. Ну она просит на заслуженного работника, где есть какой-то спорт. Отпыхала в детской спортивной гимнастической школе тренером-массажистом 50 лет. Ну как не стыдно? Андреянов мастировал чемпиона мира. Резано. Ну всех, понимаете, прицепились опять, чухнин. Понимаешь, хорошо ты пишешь, молодец. Давай так и делай дальше. Прицепились, понимаешь. Сейчас она в больнице летит.